Мы сейчас находимся в Абу-Даби, и давайте посмотрим, как выглядит этот турнир. Что подготовили Бласт здесь? Посмотрим от начала до конца сцену, бэкстейдж, чем мы питаемся, где мы будем сидеть и так далее. От начала до конца мы увидим все. Последний большой турнир в CS2 в этом году. Прошло минут 30, мы все-таки зашли. Давайте смотреть, что здесь у нас есть. Пивасик, кола, редбул. Пока все дефолтно. Ты садишься и двигаешься. Прикольно. Что это? Здесь будут расписываться про игроки, когда начнется это мероприятие. О, мерч. Так, мерч, мерч. 70 долларов одна футболка. В Париже это 150. И это был оверпрайс. Честно, по мерчу, дизлайк, вообще, что это такое? Посмотрите, это один квадратный метр. Я вспомнил, что футболки на Бласте стоили 90 долларов. А сейчас тут 70, поэтому выгодно. Но выбора здесь мало. Почему-то нет фейзов. Короче, я взял 4 футболки. Одна пойдет на автографы для вас. Она будет в розыгрыше. Вторая в клуб, тоже с автографами. Эта пойдет в лайт-клуб. И Астралис пойдет тоже в лайт-клуб. Они все L-размеры. Вот такие вот дела. А чтобы выиграть эту футболку, просто подпишись на мой телеграм-канал и нажми на кнопку «Участвовать» в посте, который находится в закрепе. Вот так, ребят, нам дали пропуск. Так, здесь можно кушать. Если у вас есть пресса, вы можете есть начос с соусом. Очень, кстати, вкусное блюдо. Я думаю, это будет вкусно. Мы, видимо, раньше всех пришли. Нет людей, нет еды, ничего нет. Ну, тут хоть какая-то жизнь уже есть. Ребята, пришли на турнир по КС, чтобы поиграть в Пифу. Это легендарно. Это у нас стенд «Back to Pixels». Можно поиграть в старые игры. Тут у нас есть Сега. Классно, можно поиграть. Потратить свои минут 15 в жизни. Но что дальше? Что делать еще в остальное время? Первый взгляд на сцену. Погнали? Да. Я готов. Так, слушайте, честно. Ну, неплохо, красиво. Какие-то машинки стоят. This is Fates Club. Если вы никого не узнали из тех людей, которые там были, это нормально, потому что это был став. Если что, это был финальный тест, финальная репетиция того, как это будет выглядеть с проигроками. Вот, мы попали на это событие. Осталось полтора часа до начала первой игры. Что я могу сказать по сцене? Она гораздо меньше, чем обычно, но остается симпатичной. Будет классный здесь продакшн из-за того, что место такое маленькое, будет очень громко. И вот интересно, а рабы-то громкие или нет? Ну, я пока все, что увидел, что связано с рабами, они просто в FIFA играют. Они вообще в курсе, куда пришли? Если вы богатый человек, это очень классно, потому что за один день вы должны заплатить 200 долларов, чтобы получить VIP. Но что вы за это получаете? Посмотрите на это сидение. Оно очень комфортное, мягкое, как в бизнес-классе. Также вы получаете автограф-сессию. Место, где можно поесть, выпить и перекусить. Ну и, по сути, просто центровое расположение на арене. А в КСе это на самом деле важно. Это не футбол, и здесь нужно находиться в центре. Но если у вас денег поменьше, то вы получаете вот такое вот сидение. Ну, тоже неплохо, но за 70 долларов в день. Прошло немножечко времени, тут появилась еда. Хлебная корзина, салатик, какой-то плов, стейк. И тут у нас десерты. Если говорить по поводу кухни, то здесь все прямо очень хорошо, достойно. О, все. Первый раунд, первая пистолетка, но за фейзами. Ребятки, экран маленький. То есть, визуально он должен быть больше. Но из-за вот этого просвета они не смогли это сделать. И теперь он в два раза меньше, чем он мог бы быть. 2-0, пока что без шансов. По поддержке за фейз попалело человек как будто 15, за маус 2-3 человека. То есть, как будто всем пох... Сейчас фейз выиграет раунд. О, наконец-то, наконец-то они что-то сделали. Наконец-то есть какая-то громкость. Если говорить про весь этот стадион, больше похоже на детский утренний какой-то. Все, 13-11. Фейз забрали камбэк. А сейчас мы пойдем получать автографы от героек. Погнали! Кстати, каждый из них тренируется перед играми у нас. И они первые вылетели. Так, если что, это пойдет в клуб, а это на розыгрыш. Ребят. Это мой пик-кал. Так, ну, у нас теперь будет своя корова, свиня и овца. Я просто смотрю на этого парня. Он приехал на турнир по КС играть в FIFA на PlayStation через игровой монитор. И у него проблема с пингом. То есть, у него там все лагает красным пингом. Этот рокет. То есть, я вообще не понимаю, в чем прикол. Что я могу сказать по поводу закулисья? Ужасно. Хуже было только в Рио. Там вообще ничего не было. Здесь одна-две активности, где ты можешь максимум выиграть какую-то сумочку. Пока, честно, не нравится. Я сейчас жду больше всего автосессию с Cloud9. Даже не какой-то матч. Кстати, вот очередь Cloud9. Все-таки это не Маус, и тут люди интересуются командой. Здорово, здорово, здорово. Здорово. Почему ваших футболок нет? Не завезли. Ой, стой, 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 давай так. А где электроник? Для Украшения. Он уехал в земле. Но уже как-то событие. Да, да. Спасибо. Грустно. Грустно за прошлый матч, конечно. Они поспорят. Грустно. Вкратце. Почему? Не знаю, Локошарик. Пока не знаю. Отсутствие десматча? Давай. Отсутствие десматча? Слушай, нет. Больше браков. Десматча, ну, 10 десматча тоже, наверное. Хорошо, что мы что-то сделаем, блядь, а как-то еще в толку. Что, как тебе тут? Слушай, ху** какая-то, честно. Ну, в плане здесь... Не ожидал. Не, ну правда, но это неинтересно смотреть. Да? Да, да. Ну, если бы мы вышли, было бы интересно? Не, ну да. Я же на тебя на бажоре все это время. И ты не забыл же? Я встараюсь как могу. Привет. Спасибо, спасибо. Привет. Олег, типа меня не видим, да? Доброго-доброго. Привет, привет. Мы конкуренты теперь. Ну, команда. Да, мы всегда были этим. Ну да, 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 всегда были. Ну, мы со всем хорошо игрим. Ну, не идет у вас пока, да. Сейчас мы пойдем на бэкстейдж всей сцены. Это такой бонус от VIP-билетика. Ну, я представляю, что там будет много проводов, аппаратуры. Ой, что еще? Мы увидим ящики. Окей, здесь нельзя снимать. Кто будет победить? Нави или Виталити? Нави. Или Виталити. 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 Окей. Нам показали бэкстейдж. Он ничем не отличается от обычного бэкстейджа. Ну, попросили не снимать. Там, видимо, какие-то секретные фички есть. Ну, короче, вот у вас сейчас на экране, как это было на Виплее, то же самое здесь. Правда, ничего не интересного. О! Смотрите, прямо тут игроки. Вот здесь. Если сравнить с прошлым турниром, то здесь нет этого вайба, такой близости с игроками. Посмотрите, как это было там и как сейчас. Не знаю, почему они отказались от этой идеи. Было классно, когда игроки были настолько видны. Можно было к ним подойти в метре. А сейчас далековато. Сейчас проходит полуфинал. Вторая карта. Минальные раунды. Посмотрите на количество людей. Напоминаю, это полуфинал турнира, где призовой фонд – миллион долларов. Сейчас мы сыграем на бой на смерть. И тот, кто сделает больше всего фрагов, получает возможность прокрутить ленту призов, где можно выпасть мышка за 12 тысяч рублей. Короче, мы сыграли this match. Было очень близко. Но все-таки я выиграл. И сейчас мы будем крутить вот эту вот рулетку. И самое главное, что выпало бы вот это. Потому что здесь мышка за 12 тысяч рублей. Это простит за 0 рублей. Ну и футболка будет неплохо. Все остальное – слабенько. Спасибо, спасибо. Футболка просто черная. А, еще сзади. Ну ладно, хочешь что-то? Привет. 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 Как вы понимаете, я все это время что-то подозревал. И это все было не зря. Сейчас я вам покажу нарезку, когда я спрашивал у людей напрямую, откуда вы пришли и за кого болеете. Мягко говоря, ответ убил. Я вам покажу логозы команды. И вы скажете, что это команды. Хорошо? Хорошо. Что это команды? Хорошо, давайте дальше. Фейс-клан, брат. Фейс-клан. Следующий? Конечно. Попробуем. Мы не знаем о том, что это команды. О Кантер-шайке. Серьезно? Я играю на Бобди. Мы просто приехали сюда. И мы просто приехали сюда. А, хорошо. Мы не знаем о том, что это было. Внутри? В улице? В улице? В улице? Внутри? 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 Фейс-клана. Фейс-клана. Фейс-клана? Фейс-клана? Хорошо. Следующий. Правильно? Про-легент. Нет, нет, нет. Какой имя команды? Нейм. Мы не знаем его имя. А, окей. ГГ? Мы не знаем его имя. Какой команды? Вы тоже. Клод-9? Фейс-клана? Фейс-клана. Ты играл, это слишком легко. Хероик. Да, они не знают. Эти? Окей. Бро, ты первый. Братан, это очень легко. Они не знают. Первый? Энс. Маус. 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 Ти-тюб. Клод-9. Окей. Это все? Да. Это было легко. Мы победим что-то? Нет прайса? Нет прайса. Нет прайса. Дай нам что-то. Мы не знаем ничего. 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 Окей. Нет, нет, нет. Это шутка, это шутка. Хорошо. Мы просто попали сейчас на людей, которые пришли по-настоящему. Окей. Первый. Да, это шутка. Это футбол? А... Астри-то. А стим... Как иметь футбол? Презоугольник здесь, на Blast. Ты знаешь? Окей, это было сложно. Следующий. Маус футбол. Здорово. Клод-9? Не знаю. Окей. Какой цене на тексте? Ты знаешь? Какой цене? Или вы покупали триа? Да. Да. Что сказали? То, что бесплатно получили билеты. Мне кажется, здесь половина бесплатно получили билеты. Ну не половина, но процентов 20, я уверен, что точно. Вот. Я думаю, вот такая выборка, она была уже достаточно. Ты тоже массовка, да? Перед тем, как я вам покажу, какое количество аудитории сейчас на, возможно, последней карте этого турнира, я хочу вам сказать такую вещь. У нас случилась катастрофа. Как вы знаете, у нас проходит пикем постоянно. И если человек безошибочно проходит пикем, он получает драголор. Мы думали, что это никогда не случится, но это случилось прямо сейчас. И если Виталий тебе выигрывает эту карту, то мы теряем драголор. Вот так вот. Поэтому я поставил ставки, что фейсы заберут хоть где-то и заработаю. Поэтому давайте посмотрим. Так, я оценю сейчас, сколько тут человек в процентах. Процентов 50. Вчера было процентов 20 или как. Это последний раунд. И сейчас Виталий заберут свою игру. Очень легко. В фейс вообще ничего не сделали. Это был очень предсказуемый турнир. Сейчас я вижу на свои глаза, как мы теряем наш драголор. Но это должно было когда-то случиться. Четыре пикема подряд никто не забирал его. Но просто хотелось бы, чтобы в финале была бы какая-то борьба. Он закончился за два часа. Это очень быстро. На этом моменте турнир закончился. А после победы Виталити я все-таки понял, что драголор потерян. И решил сделать созвон с теми людьми, которые выиграли его. И давайте посмотрим, послушаем, что они думают об этом безошибочном пикеме. Ребят, здорово! Поздравляю вас еще раз с победой. Расскажите, пожалуйста, какие у вас были эмоции, когда вы поняли, что все-таки, да, вы забрали часть драголора. Эмоции были просто, знаешь, вот такие, как сейчас. Просто нет слов, одни эмоции. Просто радость такая вот, знаешь. Да, спасибо за поздравление. Да, в целом как-то нормально. Ну так оно все постепенно к этому шло. Постепенно все больше и больше принимал мысль, что могу выиграть. И когда выиграл так, ну, без особого эмоционала как-то получилось. Ребят, насколько часто вам так же везет? Или это раз в сто лет? Да, знаешь, в целом достаточно часто везет. Только я вот этим не пользуюсь, не делаю ставки. Хотя мог бы. Мне вообще не везет. Я говорю, вообще ненавижу просто контроль как дисциплина в этом плане. Столько всяких апсетов, постоянно куча каких-то непредсказуемых, вообще не читаемых результатов. Я доту в этом плане предпочитаю. Спасибо большое, что участвовали в Пикеме. Надеюсь, примите участие в следующем. Напоминаю, это был первый случай, когда кто-то выиграл Драголор. Да, тебе спасибо. Приятно, очень приятно. Спасибо большое, Ашок, что сделал такую крутую штуку. Абдул, хотелось бы услышать твое мнение. Честно, я скажу свое пока, что мне ничего не понравилось. Вот абсолютно. Атмосферы, вайба, эмоции просто ноль. Мне неинтересно было смотреть, хотя я люблю КС. В чем проблема? Так, ну давайте начнем с самого логичного. Я вот здесь нахожусь и даже пару месяцев жил в Дубае. Очень маленькая комьюнити здесь. Здесь нет даже DM серверов. Не скажу, что прям было очень плохо. Но даже на прошлом власти, в прошлом году я здесь участвовал бы в полуфинале, людей было, если честно, не так много, как хотелось бы видеть. Но с другой стороны, я смотрю на это так, что Blast красавцы, они делают все так, чтобы в будущем людей было больше. И сами Blast, как мы знаем, тоже очень много всего делают для продвижения киберспорта. Я, по крайней мере, верю в то, что через годик-два, возможно, тут уже будет полная арена и будет много фанатов. Так, мы пробрались каким-то боком на сцену, и здесь ребята сейчас фоткаются для своей инсты. На моем фоне идет демонтаж всего того, что было на сцене. Они как муравьи, да, быстро? Так, ну у нас дополнительный... И я здесь. На этом закончился турнир, и я не могу сказать, что это было очень плохо. Да, это мой худший турнир, где я был, но это зарождение новой аудитории. И мгновенного интереса у аудитории просто не будет. На это уйдет большое количество времени. Но из-за того, что это все происходит прямо сейчас, как зритель на данный момент, мне было некомфортно. Не было никакого драйва и движа, который был на прошлых турнирах. И сегодня, честно, я могу признать, что турнир в Рио был лучший, который я посещал. Да, там были большие проблемы за кулисьем, никакого интерактива. Но какая же была аудитория и поддержка? Какой же был интерес у болельщиков? Настоящий, искренний, которого сейчас я не увидел. Обязательно советую посмотреть, как это было в Рио-де-Жанейро. Это откровенно противоположная сторона киберспорта. Посмотрите и кайфаните вместе со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok